Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, каким кормом кормите вашу птичку? Витокрафт. Корм витокрафт. Сколько корма даете в сутки? Ну, насыпаете в полную кормушку? Нет. На ночь корм остается? Да. Значит много. Что помимо корма еще даете из еды? Салат айсберг. Салат. Так, это зелень. Что еще даете? Фрукты бывают. Какие? Яблочки. Так, яблоко. Что еще? Морковь, по-моему. Морковь. Ага. Так, камень есть у нас минеральные вклеточки? Нет. Камней нет. В сыпучем виде какие-нибудь минералы даете? Иногда. Какие? Минералы витокрафт. Минералы витокрафт. Так. Витамины отдельно киньи не даете? Витаминах нет. Нет. Значит, сейчас жалоба на недомогание, потому что птичка пропала. Пропал снизу. Смотрите. Трепанные перья. Да. И перья потрепанные. Хорошо. Давайте посмотрим тогда вашу птичку сейчас. Птичка у вас ручная? Нет. Тогда я обязан вас предупредить, что если птица не ручная, то возможен риск стресса. то есть если птичка будет плохо реагировать на руки... Ага. Ага. Я же его ловлю раз в неделю. А. Ну тогда в той или иной степени к рукам приучен. Это градусник для измерения температуры, потому что когда птица хохрится, у нее может понедаться тем. Смотрим вашу птичку. Тихо. 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 Живым не сдается наш гордый варяг. Тихо. Тихо. Птичку всегда если будете брать, берите всегда со спины. А, мне неcem. Кcong Boves. Крывушки были сложены. Могу сказать, что птичка линяем. Чувствуется плохо от shifted. Ничего страшного... Валерий Владивосток, Вы нормально все, не переживайте. Это нормальный естественный осмотр птички. Нет под ate на голову. Я не буду это смотреть. Вам надо смотреть, чтобы Вы знали. Видите при gemeут. Это растет свежий перо. У нас волосы выпадали. У птиц растет ежегодно пиро. Два раза в год, они линяют. Уже не веснажами. Весена пролиняется. Ничего страшного. Зернышки в забой есть, птица у нас кушает. Аппетит у нас все-таки сохранен. Это хорошо. Есть, вот они. Обычно он у меня ест, а все он у меня не ест. Сейчас померяем температуру ему. Маленькая неприятная процедура, но нужная. Вы можете закрыть глаза. Ничего. Термометрия у волнистого попугаечка. Нет, температура у меня нормальная, повышенная. Это из-за стресса. Ничего страшного. Температура колеблется от 40 до 42, но у меня чуть-чуть повышенная. Это из-за стресса. Это нормально. Было бы пониженное, это было бы плохо. Сейчас мы его послушаем. В помещении при птичке проветливаете? Да. Категорически нельзя, без обегательствований, легко простудить. Там нет сквозняка, но там просто, чтобы не задохнулся. Аускультация сердца, легких. Слушаем птичку. Птичка очень себя хорошо ведет. Уличка, не ругайся. Послушный какой. Птичка тоже, кстати, линяет. Фото на память. Птичка тоже у нас растет, линяет. То есть он у нас линяет. То есть недомогание, связанное, которое вы описывали, вполне может быть связано и с линькой. Которая у него идет. Может быть, вот еще какие-то на конце крылья. Они у вас из-за линьки могут быть такие. Кель у нас остренький. Скорее всего, питается не очень хорошо. Пищу надо будет нормализовать. Так, ничего страшного. Посмотрим, нет ли на крыльях линьки, либо каких-либо других изменений. Сейчас посмотрим клювик. Налазки у нас чистенькие. Не считая линьки вокруг глаз. Паскорица чистенькая. Слизистые, бледненькие, немножко цианатичные. То бишь, синюшные. Да. Ну, а у нас и лапки тоже синюшные. У него такого цвета были лапки с самого начала? Я не знаю. Не наблюдали? Ну, вот зря. Просто бывает и при проблемах с сердцем, либо с дыханием. Ну, как-то нормальные были. Нормальные. Ну, это, скорее всего, проблема либо с сердцем, может быть, даже в какой-то степени с почкой. То есть притекает артериальная кровь, а венозная не успевает оттекать. Из-за этого бывает такой цвет немножко синевастенький. Ну, и слизистый, может быть, синеватый. Да, мне они вкусные. Он больно кусается? Ну, это не крупные попугаи. Крупные кусаются больные. А у меня ожирела. Ну, эти посильнее кусаются. А эти так. В принципе, покусить может, в принципе, до крови, если разозлить. А так, в целом. Животик у нас впалый, хорошо. В принципе, тут потребуется нормализовать рациончик. Если потребуется, может быть, даже сдадите кое-какие анализы. Ну, и назначим просто симптоматическое лечение, как бы, общие укрепляющие препараты. По поводу кормушек. Вам нужно будет одну кормушку сделать под зерновые, и сюда будет и зерно насыпать. А сюда будете насыпать минеральный корма. Где-нибудь рядышком купите минеральный корма. Камень прикрепите, потому что сейчас с вами распишем. Ну, и плюс, помимо корма, будьте давать ему витаминчики. Лучше пить его. Это самый оптимальный и удобный вариант для такой птички. Присаживайтесь, сейчас мы с вами все разберем. А он настолько агрессивный. Если ему страшно полетать, он летает в кормушку, добивался. Раньше я доходил кормушку, что пыль. Ну, он должен каждый день летать. Да, хорошо, а за шпортирую, что-то, что-то, что-то. Так, значит, смотрите, я вам порекомендую сменить корм. Сменить корм, к сожалению, корм витакрафт, у меня очень много добавок. И впоследствии, в процессе жизни витакрафт может простимулировать рост и появление нового образования. Волнистые попугайчики, к сожалению, склонны к этим вещам. Ну, смотрите, сменить корм, как вариант, купить обычный рио, простой. Рио, наш, ленинградский, вот так там пишется. Как торговый комплекс рио. Да, да, так же. То есть, это простой корм, он по качеству не уступает импортным кормам. Еще и параллельно прорекламировали. Да, но они меня тоже, скажем так, спонсировали немножко. Так, смените корм. Смотрите, смена корма должна происходить постепенно. Сначала смешивайте два корма 50-50 на 50, и в течение недели увеличиваете новый корм, уменьшаете старый корм. Методом вытеснений резко менять нельзя, иначе птица не будет есть новый корм, будет дожить квостовую. Отказ от корма и жидкий струн. Поэтому мы сначала смешиваем два корма, и потом постепенно переходим на новый корм. Спустился вниз, сидит и прячется. Да, значит смените корм. Также у этой фирмы хороший минеральный корм, продается в отдельную кормушку, рассыпите. И плюс потребуется минеральный корм. Купите либо сепию, либо панцеркарганец. Ну и также потребуются питьевые витамины. И в принципе водные процедуры. Потому что сейчас птица линяет, будете купать, используя поливеризатор. Если сам не будет купаться, будете брызгать из поливеризатора. Единственное, что нельзя брызгать на голову, там уши. А ниже головы, шея, корпус, крылья, лапки. Это все нужно. Мне такая девочка, когда они вдвоем жили, она девочка сама купалась, а он вообще никогда не везет. Не надо купаться, потому что кожа сухая. И когда растет свежее перо, она может... Ну, когда она высыхает, ему нужна больше влажность. В этом смысле. Больше влажность. Тогда перо будет расти нормально. А когда через сухую кожу прорывается, растет свежее перо, оно вызывает сильнее зуд. Он сильнее чешется и чаще. Поэтому такие процедуры. Значит, смените корм, купите минералы, купите минеральный корм, подаете лекарственные препараты, которые мы с вами сейчас распишем в лечении. И плюс перейдете на питьевые витаминчики. Продолжение следует...